И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый обзорчик мега крутых, нагибаторских, безумных аккаунтов и игроков в нашей любимой игре. Это уже второй ролик, и давайте наберем на нем 100 лайкосов, и я запишу новую часть. Я понял, что вам нравится вся эта движуха, вам нравится обзор всех этих аккаунтов, и поэтому я уже очень-таки быстро записываю следующую серию, можно таки сказать, следующий обзорчик. По данным аккаунтам, по безумным аккаунтам в ТОшке, почему именно безумные? Они разделяются на два типа, эти безумные аккаунты, либо аккаунт жестко нагибаторский на своем звании, либо там он по эффективности, либо по заработанным кристаллам у нас чем-то очень сильно выделяется, Либо этот игрок очень жестко, наоборот, сливает своей команде, наоборот, играет как, не знаю, как даже не мульт, а как игрок, который вообще в принципе не может ничего сделать на карте. Вот таких у нас два типа безумных игроков будут сегодня в этом жестком нагибаторском обзоре. Ну и как я уже сказал, 100 лайкосов, и следующий обзор я записываю. Спасибо, ребят, всем, кто у нас помогает в именно сборе игроков, в сборе этих всех нагибаторов, и я увидел вашу нагибаторскую активность, что вам это интересно, что вы мне сразу поскидывали свои аккаунты, Кто-то был даже возмущен, почему его, например, аккаунт не вошел в этот рейтинг, в этот обзор, а вошел какой-то другой аккаунт, хотя был, например, один парниша, который написал «Мой аккаунт лучше, мой более нагибаторский, но ты выделил какой-то другой». Ребят, вы сами понимаете, что я не все аккаунты знаю, поэтому если у вас есть такие аккаунты, обязательно скидывайте мне их в личку в ВК, в сообщение, Ссылочку я в описании оставлю, куда скидывать, обязательно вот скидывайте именно туда, и скидывайте, чем выделяется данный игрок, напишите пару слов о нем, и скидывайте именно ссылочку на профиль рейтинга нашего в ТОшке, как-то так. Ну а мы будем начинать уже, сегодня у нас первый игрок, это Капитан с ником ГЗИ, выделяется данный игрок с заработанными кристаллами. У него набито 364 тысячи опыта, и набито при этом 3 миллиона кристаллов. Соотношение опыта к кристаллам 1 к 9. Если бы было бы 3600, ну 3 миллиона 600 тысяч кристаллов заработано, то соотношение было бы уже у нас 1 к 10, но мы округлим, поэтому будет 1 к 9 у нас. Соотношение такое вот нагибаторское для такого аккаунта, не знаю каким образом он набирал данные кристаллы, скорее всего это была какая-то жесткая прокачка, потому что я не верю, что на Капитане можно набить столько кристаллов в боях именно таки, потому что данные кристаллы именно вот в этом рейтинге, они показываются именно таки заработанными кристаллами в боях. Это не может быть, например, перечисление с турнира какого-то или еще что-то в этом роде, это именно заработанные кристаллы в боях, поэтому я скорее всего предположу, что это была какая-то жесткая нагибаторская прокачка, и в принципе, если сейчас данный аккаунт прокачать до легенды, то скорее всего это так у нас будет по эффективности, как минимум, я думаю, в топ 3, но в лучшем случае он будет на первом месте и обгонит блоки, да. Следующий аккаунт у нас с ником Spartak97, чем же, спросите вы, вот в принципе вот так если смотреть, чем вот может выделяться данный аккаунт? По сути ничего такого интересного, миллион 300 тысяч заработанного опыта и кристаллов тоже примерно столько же, x1 стабильность 1 к 1 соотношение, UP 1.60, окей, неплохой UP, игрок играет и все у него в принципе хорошо. Но заходя ниже, немножечко, вы видите, что у него почти весь опыт на пушке и на одном корпусе набит. Это очень жесткий парень и таких у нас 2 игрока сегодня будет, которые у нас отличаются только двумя цифрами. У одного Spartak97, у другого Spartak79. Такой вот у нас нагибатор, это хорина-то гром, одно вооружение и больше ничего. Никакие там ему другие корпуса, никакие другие пушки ему в принципе не надо, его устраивает такое вооружение. И я думаю, что это вот именно таки его мульт, вот данного игрока, это вот это получается в Spartak79, это его мульт. Потому что здесь у нас Хантера гром, хотя у него даже и есть Викинг М1, но по большей части все набито именно на Хантера громе. Скорее всего он поиграл на Викинге, когда не купил Хантера, потом приобрел Хантера и начал играть именно на своем нагибаторском вооружении. Единственное, что я хотел бы выделить, чем отличается вот именно этот аккаунт от вот этого. Здесь имеется хотя бы резист от грома, хоть он М1, но он ему 100% нужен. Как бы ты ни играл бы на сплэш пушки, даже если тебе нравится играть без сплэша, гром это та пушка, на которой надо играть со сплэшем и у тебя обязательно должен быть резист именно от самого себя. Но здесь на этом аккаунте у него только 3 модуля, при том 2М0, 1М1 и по сути нет того резиста, который ему очень таки бы пригодился. Поэтому он 100% покупал данный комплектик, вернее не покупал комплектом, а покупал по отдельности данное вооружение на этом аккаунте. И в этом плане конечно печально, я бы парнише посоветовал приобрести обязательно резист от грома и тогда ему нагибать в каточках станет намного проще. Следующий ник это Алтайский край, подписчик нашего канала. Вот именно он таки очень сильно возмущался, почему его аккаунт не вошел в данный рейтинг. Ну в принципе в начале ролика я уже сказал, что я в принципе не могу найти все аккаунты, я не могу знать все аккаунты, если вы не будете их скидывать, если вы не будете свои какие-то предлагать. Мне будет намного таки тяжелее записывать данную рубрику и вообще в принципе делать всякие такие вот обзоры. Это у нас аккаунт, на котором имеется два, два если я не ошибаюсь, два комплекта, которые сейчас у нас в принципе в игре невозможны. Это у нас был Васпа Изида и Хорнета Шафт. Два вот таких комплекта он приобрел себе на этом аккаунте, сейчас он на нем не играет, ничего не набивает. Кстати, соотношение заработанного опыта к кристаллам тоже у него один к двум, тоже неплохое соотношение относительно вообще в принципе игроков, которые встречаются на таких звонках и это конечно очень таки круто. Дальше, что бы я хотел бы еще выделить у данного игрока, не только его нагибаторское вооружение, которое у него имеется в принципе неплохое, но и также я бы хотел бы выделить модули, которые у него имеются, эти конечно же были выданы вместе таки с комплектом. Это резист от Изиды М3 и резист от Грома М3. Два хороших комплекта и даже у него вот есть еще резист от Вулкана, но по сути резист от Вулкана ему особо таки не нужен, он в принципе сейчас у нас не нагибает. Следующий аккаунт, который я хотел выделить чисто от себя, но мне его даже скинули в предложку, это игрок с ником Кубаша, который на вас пожиги, на моем любимейшем самом нагибаторском вооружении набил почти 9 миллионов опыта. Это очень-очень большие цифры, при том, что у него набито 24 миллиона опыта, у него набито при этом еще 37 миллионов кристаллов, тоже очень большие цифры и это тоже большая легенда, которая в принципе тоже стабильно у нас набивает опыт. Ну а именно то соотношение заработанного его опыта на пушке Жига и на корпусе ВАСП, это конечно очень-таки круто, и я 100% помню то, что данный игрок у нас постоянно любил играть именно на вас пожиги в не про-битвах, когда это можно было набивать, когда у нас были еще заданочки по 999 тысяч, именно таки опыта и кристаллов, ну вот эти вот у нас 5 девяток, такие вот были у нас заданочки прикольные, на которых можно было очень-таки хорошо подзарабатывать, и вот именно тогда данный игрок набивал весь этот опыт на своем нагибаторском вооружении. Также он сейчас продолжает на нем набивать, ну понятное дело, что он играет не на одной вас пожиги, вас пожига это просто сочетание, которое ему больше всего нравится, но также набивает он и на других пушках, на условных твинсах, рикошетах, на викинге, вот тоже играет, тоже много набито, но вас пожига это его приоритет, и в принципе я поддерживаю такой у игрока, потому что мне тоже нравится такое сочетание, но конечно я не люблю постоянно играть именно на одном и том же, но сочетание очень-таки прикольное. Следующий игрок небезызвестный Assa01, для меня это вообще игрок, которого я знаю очень-таки хорошо, хотя сейчас уже довольно-таки продолжительное время с ним не общаюсь, но знаю хорошо, знаю, насколько этот игрок был усидчив, насколько он хорошо пытался и старался вообще в принципе делать не только, не знаю, там хороший заработок кристаллов в боях, там быстро как-то набивать опыт, он пытался максимально помочь команде, пытался максимально сыграть хорошо, и за это конечно я ему только могу выразить свой респект, потому что он реально красавчик, и сейчас данный игрок у нас находится на втором месте по опыту. Первый у нас Борис, который был у нас в предыдущем такие обзоре, а второй у нас Assa. Набил он 20 почти 9 миллионов опыта и 41 миллион кристаллов. Хорошее соотношение, относительно конечно не такое прям вот нагибаторски жесткое, но хорошее соотношение, набито много, вооружение почти все имеется, и сейчас вот данный игрок чаще всего играет именно такие форматные бои, хорно-то вас по рельсу, ему нравится это, и по сути больше он ничем таким жестким не занимается, как вы видите у него набито на рельсе 8 миллионов 200 тысяч кристаллов, а на других, о каких кристаллов говорю, 8 миллионов 200 тысяч опыта, а на Жиге набито только 900 тысяч, хотя если бы этот рейтинг у нас бы появился раньше, то другое было бы тут совсем соотношение, потому что я знаю, насколько раньше он любил играть именно на другом вооружении, на других пушках, а сейчас именно вот после того, как ввелось это обновление, игрок очень много играл на рельсе, ну и поэтому вот именно такие цифры вы видите на своих экранах. Следующий аккаунт у нас с очень таким интересным ником, который я наверное сейчас неправильно произнесу, произнесу, но постараюсь произнести его правильно, EDH, 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 какой-то вот такой вот у нас ник, и самое удивительное для меня, что данный игрок до сих пор играет, он до сих пор набивает опыт, до сих пор пытается заработать кристаллы на своем мега крутом нагибаторском вооружении, его УП 0.34, вы просто представьте, насколько жестко страдает данный игрок в боях, что он может сделать на своем дико пулемете, я вот серьезно не понимаю, вот что он может сделать на таком вооружении, это очень тяжело, и у него вообще в принципе почти весь гараж у него М1, М1 пушки, все пушки у него М1, вот только молот М0, и по корпусам у него все корпуса, за исключением Хантера и Хорнета, Хорнета и Хантер, два корпуса М0, все остальное у него М1, у него имеются модули М3, М3 модуль от молот, М2 модуль от Изиды, но он играет на М1 вооружении, это просто, ну таких вот игроков, конечно, очень печально встречать в катках, и конечно, если я бы встретил его в бою, я бы, наверное, бы очень жестко негодовал и очень жестко бы бомбил, но такие вот у нас есть игроки, не знаю, мульты они не мульты, но вот такие вот нагибаторы у нас встречаются в боях. И последний аккаунтик на сегодня, это Guard of World, такой вот у нас игрок, и это Мамонта Фриз, серьезно, Мамонта Фриз, он не играет больше ни на каком вооружении, при этом у него УП очень хороший, УП 1.74, при этом соотношение тоже неплохое, заработанного опыта к кристаллам 2 миллиона почти опыта заработан, и почти 3 миллиона у него заработанных кристаллов, неплохое соотношение, но это Мамонта Фриз, это просто Мамонта Фриз, у него больше нету ничего, нет, вернее, у него есть другое вооружение, но он вообще на нем не играет, он играет только на своем Мамонта Фризе. Не знаю, серьезно, где он играет, наверное, он играет в про-битвах, потому что играть вне про, в матчмейкинге, на таком вооружении, единственное, наверное, в каком-то штурме можно было бы за деф поиграть на Мамонта Фризе, или не знаю, ну где он играет, но как вы вообще, в принципе, думаете по этому поводу, отпишите по этому поводу в комментарии, конечно. И вообще, в принципе, по всему сегодняшнему обзору, если у вас есть какое-то жесткое мнение, если у вас есть игроки, которые вы можете мне предложить, как я уже сказал, скидывайте мне их все в личку, ну и что вы думаете вообще, в принципе, по сегодняшнему вот такому нагибаторскому обзору. Мне, конечно, очень нравится записывать ролики именно по обзору, я думаю, что вам тоже нравится, и вы обязательно поставили лайкосик данному ролику. Подписались на канал, если вы еще вдруг не подписаны, то обязательно, ребят, прямо сейчас подпишитесь, нажимайте на колокольчик. Ну а у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.